добрый день дорогие слушатели значит мы продолжаем сегодня разговор о теореме харди начатый в прошлый раз и сейчас мы с вами посмотрим детали этого доказательства в прошлый раз мы с вами разобрали эту теорему крупными мазками и вот сейчас мы немножко улыбимся в детали а затем во второй части нашей лекции если мы успешно справимся с первой мы с вами приступим к линейным уравнением второго порядка и дальше к свойствам их решений и связи уравнение второго порядка с уравнением риккати и следствием из этой связи и другим свойствам линейных уравнений 2 порядка хорошо значит давайте сначала начнем с теоремы харди и вернемся мы к нашему к нашей презентации и как я обещала мы что-то рассмотрим на доске и какие-то вещи мы пропустим может быть вы уже осознали значит вам надо было понять хорошо как как у вас вот ваши эквивалентности работают в этих теоремах и собственно говоря попытаться разобраться в этом самостоятельно но если у вас это самостоятельно не очень получилось то давайте посмотрим как это можно сделать сейчас вместе значит итак я напомню что первая лекция по поводу полиномиальных уравнений была посвящена доказательство такой теоремы об оценке сверху решение полиномиального уравнения при помощи экспоненты и в прошлый раз мы вот обратились к частному случаю полиномиального уравнения вот такому где у штрих это есть отношение многочленов где по и q образует несократимую дробь с ненулевым знаменателем и мы с вами доказывали вот такую теорему сразу я ее вот покажу и напомню что каждое ненувелевое решение этого уравнения непрерывное начиная с некоторого момента в конце концов станет монотонным вместе со своими производными и будет удовлетворять одному из этих соотношений то есть будет эквивалентно либо произведению константы на т в степени b где бы некоторые число и на экспоненту от полинома от t или константы умножены на т в степени b и на логарифм т в степени единицы на c где c уже целое число вот эту теорему мы доказывали и для начала мы использовали в доказательстве такую лему которая в этом случае нам необходимо для доказательства и заключается она в следующем что если мы рассмотрим любое отношение многочленов где у решение уравнения вот такого вида 2 то отношение этих многочленов есть монотонная функция но только за тех слов за исключением тех случаев когда либо на решение знаменатель обращается в ноль или когда функция h является константой на решение вот эту лему мы доказывали и так мы бегло ее доказали вот давайте еще раз все ли понятно в доказательстве этой лимы значит для того чтобы доказать что функция монотонная нам нужно показать что у нее производная сохраняет знак ну давайте рассмотрим разные случаи значит найдем производную производную мы с вами умеем считать и сложной функции вот мы вместо у штрих поставили это отношение и записали вот эту дробно-рациональную функцию в виде отношения двух полиномов т и т1 ну и поскольку мы видим что здесь дробно-рациональная функция приводимая к такому отношению то это значит что производная тоже рациональная функция ну и что мы можем сказать что если это производная не сохраняет постоянного знака когда тест стремится к бесконечности то тогда вот на этом графике у есть сколь угодно далекие точки где у нас производная ну в общем обращается либо в ноль либо бесконечности и если это так то тогда то тогда что мы можем сказать что вот два случая эти рассматриваются ну практически одинаковым методом но конечно по-разному вот давайте мы говорили в прошлый раз что если мы рассматриваем обращение в ноль то что значит что производная обращается в ноль вот мы с вами говорили что тогда у нас вот эта производная равна нулю и значит что вот здесь t от уиты маленького равна нулю а это значит что тогда вот на этом графике решения на графике решения мы же туда подставляем решение уравнения да есть сколь угодно большие точки в которых вот этот числитель этой дроби равен нулю ну а что это значит вот значит если у нас есть ветвь кривой которая определяется уравнением t от у т равно нулю то тогда у нас можно сказать что у нас график решения у равно у от т пересекается с этой ветвью кривой при сколь угодно больших т то есть найдется такая ветвь кривой задаваемой таким уравнением что при сколь угодно больших т наш график решения пересекается с этой ветвью ну теперь вот дальше что мы говорили что у нас эту ветвь кривой мы можем записать вот в таком виде виде ряда и можем сказать что это в ряд по возрастающим степеням т и дальше что мы можем сказать что вот там где кривая пересекается с графиком решения мы можем сказать что у вместо у мы можем подставить вот это представление в виде ряда то есть с одной стороны это у нас ветвь кривой а с другой стороны в точках пересечения это совпадает с решением уравнения наше уравнение вот я его написала здесь до пдт равно отношению вот этих двух функций и отношение этих двух функций если мы сюда подставим у в качестве вот этого ряда ну как мы говорили и то есть ряд тоже степенной тоже по возрастание степеней т записаны но может быть отличающийся вот от этого ряда но что мы можем сказать что это разлагает следует из комплексного анализа и вот я сказал что вот эти аналитические теоремы об аналитических свойствах кривой мы опустим но значит ну это ясно из общих соображений да что если мы говорим что у нас есть сколь угодно большие точки на которых t равно нулю значит у нас это уравнение задает разные решения разные у которые определяются отсюда это же все полином да значит с полинома понятно и тогда у нас получается что вот при каких-то t у нас при больших то и точнее эту кривую одну из ветвей и и по крайней мере можно представить в виде ряда и если есть пересечения значит есть пересечения с ветвью этой кривой ну так из общих соображений это понятно да что у нас мы можем отсюда у выражать разными способами ну например вот у нас есть там плюс минус корень из т да если мы говорим что наше решение пересекается с этим графиком решение вот такого уравнения значит с одной из этих ветвей до или плюс корень из ты либо минус корень из т у нас есть пересечения а то что мы ветвь кривой в таком случае если это многочлен можем записать рядом таким то это как раз вот считаем что кривая достаточно гладкая она поскольку полиномиальным уравнением определяется она достаточно гладкая значит мы можем ее представить в виде ряда вот такого нет это какие-то какие-то числа пока мы даже нам это не очень интересно можем считать что они и такие просто рациональные да пока вот какие-то числа которые упорядочены по возрастанию ну вот я сказал что плюс минус корень из т да там ты равно 1 2 на принц равно 1 2 до двух этих ветвей вот ну вот мы значит представили это разложение таким рядом по степеням вот этих т и что у нас получается ну вот значит если кривая пересекается с графиком решения то мы у подставляем равным этому ряду вот сюда и как отношение двух многочленов деля один на другой мы получаем тоже вот такой вот степенной ряд который мы тоже можем записать по убыванию этих степеней теперь вот такой момент еще раз вот я надеюсь что вы его обдумывали вот смотрите мы можем сказать что если мы вот имеем такую кривую которую мы можем дифференцировать раз она представляется этим степенным рядом да то мы можем найти формально производные вот отсюда ну чему она будет равна у штрих будет равно c 0 умножить на 0 на т в степени c 0 минус 1 да ну плюс c 1 на 1 на т в степени c 1 минус 1 и так далее значит у нас получился вот такой вот ряд в свою очередь который уже вот выражает как раз производную ветви кривой которую мы просто нашли вот формальным дифференцированием а теперь смотрите что получается если у нас совпадает вот это вот решение и ну вот давайте мы эту производную производную вот как раз на этой ветви ветви кривой обозначим через s а вот предыдущую мы обозначили через r это когда мы производную считаем на решение уравнения и теперь если мы говорим что эти две кривые пересекаются в сколь угодно далеких точках значит это значит что есть набор точек t так вот здесь вот t пропущено до b1 t в степени d1 вот значит есть сколь угодно далекие точки в которых вот этот ряд совпадает с вот этим рядом и таким можем образом мы можем приравнять коэффициенты этих рядов и показатели степени ну при одинаковых степенях t при одинаковых степенях t ну и что получается получается вот у нас такое такая система уравнений до из которой мы можем определить соответственно соотношение между вот этими коэффициентами если они равны ну давайте посмотрим почему они обязательно должны совпадать потому что смотрите если у нас есть сколь угодно далекие точки ну вот у нас может быть две возможности до либо всюду r больше с либо всюду r меньше есть если они не совпадают или они тождественно равны теперь смотрим что должно быть вот смотрите мы сказали что и рис это производные в точках пересечения мы что имеем в точках пересечения если кривые пересекаются постоянно вот при сколь угодно далеких t значит у нас есть одна кривая и другая кривая которая ее пересекает понятно что вот эти производные задают тангенсы угла наклона касательных вот в этих точках пересечения и у нас получается что то один одна производная больше другой то одна производная меньше другой до в этих точках пересечения то есть такого чтобы какая-то одна производная была строго выше больше другой производной быть не может поэтому случай что вот у нас либо одно неравенство верно при всех ты либо другое неравенство верно при всех ты ну отпадает да вот тут как раз это записано вот мы с вами говорили вот написано так что если и рис определяет углы наклона касательных точках пересечения то есть так как а кривые мы сказали что пересекаются по предположению сколь угодно далеких точках значит у нас получается что должно быть чередование ну какой то ветвь кривой лежит выше решение то решение лежит выше ветви кривой значит у нас получается вот это чередование неравенств и на всех точках пересечения не может быть выполнение только одного из них только одного из них значит у нас на всех точках пересечения и равно s и вот дальше такой момент значит если они так как они расположены бесконечно далее но сколь угодно далеко их бесконечно много их бесконечно много то что мы можем сказать что вот этот вот ряд 1 должен совпадать в этих точках пересечения со вторым рядом не только в этих точках но вот мы кстати здесь приравниваем смотрите коэффициент этих рядов в точках пересечения они совпадают вот d0 во-первых показатель степени равен c0 минус 1 до d1 равен c1 минус 1 и так далее при этом коэффициент и b нулевое равно а нулевое c нулевое b1 равно 1 c1 и так далее и получается что вот поскольку таких такой последует такая последовательность бесконечно да то есть точки такие существуют сколь угодно далекими далекие то значит у нас при всех ты больше т1 будет вот это вот самое тождественное равенство если вы будете приравнивать эти коэффициенты то вот мы получаем такое ну и получается что у нас ты равно нулю ты равно нулю ты это помните числитель до числитель производной dh по dt маленькая и если ты большой равно нулю значит у нас производная dh по dt равна нулю и h таким образом постоянно это вот там где мы первую часть лемы а теперь если производная обращается в бесконечность при сколь угодно больших t то давайте продифференцируем помните там у нас в условии теоремы в условии теоремы как было h равно k делить на l до h равно k делить на l и если h равно k делить на l то мы дифференцируя эту функцию как дробь до получаем просто вот производной этой дроби или на dk по dt минус kdl по dt разделить на l в квадрате и что получается что если мы предполагаем что производная сколь угодно больших t обращается в бесконечность это означает что у нас просто знаменатель этой дроби равен нулю в этих точках а если l равно нулю то мы получаем в точности доказательства предыдущего ну такой же как в предыдущем случае и таким образом мы устанавливаем что у нас вот это h сохраняет знак если только если только l не равно нулю в этих точках потому что тогда мы получаем противоречие как и вот в этом случае когда мы предположили что да что вот предположили относительно наших рядов вот что у нас нет таких точек сколь угодно далеких пересечения вот этой нашей кривой определяемой уравнением ветви кривой да и нашего графика решения и поэтому противоречие будет такой же а значит мы еще раз вернемся доказали вот такую теорему что производная сохраняет знак значит она функция h будет строго монотонно исключив случае какие что l равно нулю или когда h постоянно вдоль решения вот теперь вернемся к теореме харди вот когда мы говорим о теореме харди мы говорим что опять на далеких точках до для t больше либо равных некоторого т нулевое в конце концов решение будет иметь такую асимптотику и мы с вами в прошлый раз вообще-то довольно подробно обсудили доказательства этого факта вот давайте еще раз посмотрим значит что у нас получается вот наше уравнение которое здесь записано мы можем как раз переписать вот в таком виде как написано вот здесь и дальше мы можем рассматривать уже вот это полиномиальное уравнение где у нас только степень у штрих всегда одинаковая равна либо единице либо нулю вот для членов которые порождаются вот этим многочленом p от у т таким образом члены вот этой левой части уравнения могут иметь какой вид ну либо они взяты вот из p от у т и имеют вид константы умножить на t в степени ему в степени n или умного такой вид константы умножить на т в степени м у в степени n и на у штрих и что мы можем сказать что рациональной функции от этого будет рациональная функция от этих переменных да мы сказали что даже дробно рациональная функция становится монотонной при т стремящемся к бесконечности и мы можем сказать что тогда отношение любых двух таких членов имеет предел но какой-либо конечный либо бесконечный либо конечная либо бесконечная бесконечность может быть плюс-минус бесконечность 0 или может быть константа отрицательное или положительное и что мы можем сказать что ну не может быть чтобы вот все эти пределы одновременно были плюс бесконечности или ноль плюс бесконечности или ноль потому что тогда не получится что у нас решение уравнения выполнено на решение уравнения выполнено вот эту поэтому мы получаем ну как мы делали вот когда получали оценку решений полиномиальных уравнений и тогда вот мы сказали что хотя бы одно отношение имеет пределом константу константу не нулевую да и вот давайте посмотрим, что такое вот оно имеет ненулевую константу. Значит, мы с вами сказали, что вот есть одно отношение с ненулевым пределом, вот давайте возьмем хотя бы, ну, возьмем такие, значит, отношения членов. Значит, либо это будут члены, вот, которые имеют вид А на Т в степени М1, У на Т в степени М1, У штрих, а второй член имеет вид, вот, который из П взят без производной, вот такой вид, и это стремится к константе. Или у нас вот такое отношение стремится к константе, или у нас производная входит в одно и во второе произведение здесь, да, то есть и один член взят с производной, и второй член взят с производной, то есть они взяты вот из этого слагаемого, да, то тогда у нас получается вот такое отношение, где производная уничтожается, да, и получается, что вот это отношение стремится к константе. И вот эти три случая мы давайте разберем. Вот понятно, да, откуда берутся вот эти три случая, если у нас уравнение имеет полиномиальный вид. Я думаю, что здесь вопросов я не вижу, да, пока. И разбираем вот эти вот случаи. Ну, мы с вами в прошлый раз об этих случаях разговаривали. Ну, давайте первый случай совсем простой. Вот если у нас отношение вот этих многочленов стремится к константе, то что мы можем сказать? Мы можем сказать, что тогда У, выражая отсюда, да, будет эквивалентна вот такому выражению С2. Это какая-то константа, ну, она, понятно, как вычисляется, да, значит, мы это отношение делим на А делить на Б и правую часть тоже, да, потом мы вычисляем показатель степени Т, делим на Т в этой степени левую и правую части, потом мы, значит, возводим все это в степень единицы разделить на Н1 минус Н2, и мы получаем некое выражение вот такого вида. Значит, здесь уже мы имеем рациональную дробь, которая тоже, понятно, как вычисляется, да, значит, вот я думаю, что если вы, это легко считается, да, вы получили вот такое вот соотношение, что У эквивалентна С2 на Т в степени П делить на Ку. Вот, значит, это простое. Теперь вот давайте, которые два других соотношения, давайте из них попробуем вывести асимптотику. Значит, это мы с вами видели, это уже часть утверждения теоремы, и мы движемся дальше. Теперь вот мы с вами подробно рассмотрели интегрирование четырех случаев, когда у нас Н не равно минус единице, М не равно единице, то тогда у нас левая и правая части вот интегрируются с точностью до константы, здесь они тоже интегрируются, если Н равно минус единице, только получается слева логарифм справа, такая степенная функция, да, а если обе степени исключительные, Н равно минус единице, М равно единице, то получается эквивалентность логарифмов, ну, константа вот она сюда входит тоже, да, мы ее воткнули вот сюда в С1. И если такие соотношения, то у нас тоже опять получаем вот такую эквивалентность, откуда тоже мы можем выразить У. Теперь, почему мы вот могли так проинтегрировать эти соотношения? Вот здесь тоже такой момент, значит, мы вот так сказали примерно, да, вот давайте еще раз посмотрим. Значит, что мы делаем для этого интегрирования? Значит, мы рассмотрим вот такую замену переменных. У в степени Н плюс 1 на Н плюс 1 при Н, не равном минус единице, и, соответственно, Х равен С1 на Т в степени 1 минус М, 1 минус М в знаменателе при Н, не равном единице, и, соответственно, вот логарифмы, соответствующие в качестве неизвестной функции, независимой переменной, мы получили. И дальше вот у нас оказалось, что вот это вот отношение, вот это отношение, тогда превращается в dY по dX эквивалентной единице. Вот это понятно, да? Да, да, понятно. Понятно, хорошо. Значит, вот теперь мы после такой замены переменных, вот мы получили, что dY по dX эквивалентной единице. А дальше мы должны рассмотреть два случая. Вот если у нас M меньше или равно единице, и если M больше единицы, мы должны получить в двух случаях, что у нас предел отношения Y к X равен единице. Ну, почему это так? Вот давайте, когда M меньше или равно единице, что мы с вами делаем? Вот мы в прошлый раз написали вот это неравенство, из него сразу, как следствие, вывели вот то, что там написано вот в этом последнем неравенстве. Ну, как это делается? Вот я подробно написала на всякий случай. Значит, если мы интегрируем от X0 до X все три части, да, то неравенство сохраняется, потому что у нас мы интегрируем положительное выражение везде, да, и ε маленькое, и поэтому мы получаем сохранение неравенства вот такое выражение, X больше X0, проинтегрировали и разделили теперь на X минус X0 почленно. Теперь, когда мы разделили на X минус X0 почленно, то мы что можем сказать? Если у нас X стремится к бесконечности, мы тоже можем почленно поделить. Вот будет Y0 на X минус X0, это будет стремиться к нулю на X, стремящемся к бесконечности, да, а здесь будет единица минус ε на X делить, ну, ε фиксированная константа, X стремится к бесконечности, значит, у нас получается слева 0, справа 0, и получаем, на самом деле, вот здесь надо было бы написать просто, что, так, вот, что это у нас, как сказать, вот это мне не нравится, как написано, значит, давайте напишем немножко получше, да, поподробнее, значит, у вас написано такое, что Y минус Y0 значит больше, чем 1 минус ε на X минус X0 и меньше, чем 1 плюс ε умножить на X минус X0. И вот теперь мы здесь делим все почленно на X, делим все почленно на X, что мы получаем? Значит, получаем Y делить на X минус Y0 делить на X, здесь получаем 1 минус ε умножить на 1 минус X0 делить на X, а здесь меньше, чем 1 плюс ε на 1 минус, плюс только X0 делить на X, да, нет, минус X0 делить на X. Вот, теперь что у нас получается, когда X стремится к бесконечности? Если у нас X стремится к бесконечности, то мы получаем вот это вот нули, вот это вот нули, и получаем, что Y минус X, то есть Y на X, значит, у нас остается между 1 минус ε и 1 плюс ε, и отсюда мы можем заключить, что Y на X минус 1 меньше ε, и тогда это значит, что как раз Y на X стремится к единице, когда X стремится к бесконечности, а это значит, мы доказали, что хотели в случае, когда M больше или равно единице. Теперь, если мы перейдем к случаю M больше единицы, то что у нас здесь получается? Когда T стремится к бесконечности, X стремится к нулю, правильно, да? Вот если у нас M меньше единицы, то тогда у нас T стремится, так, как там написано-то еще раз? Значит, давайте посмотрим внимательно. M больше единицы как раз, да? M больше единицы для меньше или равного мы доказали, да? Тогда при T стремящемся к бесконечности, при T стремящемся к бесконечности, это будет T в отрицательной степени, значит, X будет стремиться к нулю. И что тогда мы можем сказать? Тогда мы можем сказать следующее, что если мы вот этот предел будем считать по правилу Лопиталя, у нас же Y стремится к нулю, да? И X стремится к нулю. Если Y и X стремятся к нулю, то тогда у нас получается, что пределы отношения функций, так, ну только это не совсем так, значит, тут вот что, значит, надо вот что сказать, что сначала у нас может быть разные, могут быть разные варианты, что если у нас предел Y на X есть константа, если у нас предел, точнее, Y стремится к константе, то тогда, ну вот у нас получится, что Y как раз, то есть если мы считаем, что вот, вот сейчас скажу, как, значит, надо сказать, если у нас Y стремится при этом к ненулевой константе, вот когда M больше единицы, если Y стремится к ненулевой константе, то дальше все понятно. А вот если у нас Y стремится как раз к нулю, то вот из этого отношения мы получаем такое и в пределе единицы, и получаем, что вот у нас на X стремящемся к нулю и в случае, когда M больше единицы, тоже единица, а тогда, значит, мы можем вот все эти случаи написать, и вот эта эквивалентность будет совершенно правильной. И получается, что дальше вот мы рассматривали вот эти отношения многочленов, да, отношения таких многочленов, и дальше уже все получается, ну еще раз пройдемся, получается таким же образом ничего сложного не содержит. Значит, если у нас есть отношения многочленов, мы можем поделить один многочлен на другой и получаем, что вот мы обсудили в прошлый раз, что у нас степени, если у нас M меньше единицы и C1 больше нуля, вот мы здесь имеем этот случай, да, имея вот такое отношение эквивалентной константе, мы получали, что у нас показатель степени U в числителе равен на единицу выше, ну, будет на единицу выше, чем показатель U в знаменателе. И дальше, когда мы делим на это U в степени S, можно просто почленно разделить на U в степени S каждое слагаемое, у нас получится в итоге вот такое представление, вот такое представление. И дальше, соответственно, деля на U, мы получаем вот такую эквивалентность для больших Т и получаем, что тогда мы можем это все проинтегрировав получить ровно наше представление, вот которое мы хотели, да, и как раз это получается как раз тот самый случай, который дает нам вот такую вот эквивалентность, вот где слева логарифм, а справа вот такое выражение. Теперь, если у нас был последний случай, вот такой вот третий, где логарифм модулю был эквивалентен С1 на логарифм Т, то это что означало? Что у нас получилось, что вот у нас есть члены одинакового порядка, вот такие, которые попали в отношения. И раз это порядок одинаковый, то мы получили, если бы были еще такие другие члены того же порядка, то получили бы, что отношение этих членов, ну, как мы уже сказали, вот такое. А теперь, если у нас есть отношение их, вот этих членов одного порядка, ну, вот так мы их написали, к Т, ну, потому что это члены, которые попадают вот из нашего уравнения, да, вот первый член из того множителя, из того многочлена, который умножен на Уштрих, да, второй вот из того, который Уштрих не содержит. И тогда отношение этих членов к любому другому члену имеет предел при Т, стремящемся к бесконечности. Ну, это вот похожее доказательство на доказательство первой теоремы. И дальше мы рассматривали вот две возможности эквивалентности. Либо мы получаем эквивалентность вот этому члену просто безпроизводной, либо мы получаем эквивалентность члену с производной. Ну, показатели степени понятны другие. И если мы рассматриваем первый вариант, то тогда мы получаем вот такое соотношение и как раз вот c это будет вот c1 это будет как единица делить на к вот которая будет у нас там показательной степени уже и здесь теперь когда мы сделаем вот такую подстановку и подставили в это частное вот как раз это и получается да сделали такую подстановку как и в случае когда мы эквивалентность описывали вот мы значит подставили туда это v умноженное на t в степени одну катую получили вот сюда в результате подстановки вот такое выражение ну а дальше разделили на к вот это правую часть и получили вот такой показатель степени т ну который тоже арифметикой получается легко и так как у нас логарифм у эквивалентен единица на к логарифму т вот отсюда это видно да значит то тогда у нас получается что логарифм в и то есть у мало это логарифм т ну и дальше мы получаем что у тогда удовлетворяет условиям теоремы ну а здесь вот у нас получается вот такое и я надеюсь что вы теперь вот могли бы это разобрать сами такую эквивалентность и получить бы какая получается в этом асимптотика решения для уравнения харди ну вот я считаю что такого в общем дополнительного разбора этой теоремы достаточно потому что дальше уже все упирается только в арифметику вот идейных здесь никаких трудностей нет а подробно вот это вот доказательство какое будет отношение и какое но по порядку мы с вами провели поэтому так в основном я думаю что вот идея идейное доказательство теоремы харди вам понятно а вот что касается такого детального ее изучения то это нужно будет вот конечно вам самостоятельно действительно проработать и например на экзамене вам будет предложено уравнение и нужно будет написать асимптотики решения которые это уравнение может иметь и тогда вы уже просто пользуясь теми конкретными значениями параметров показатели степени и определенными ну вот определенными тогда соотношениями между этими параметрами вы сможете получить на основании этой теоремы а точнее проведя доказательство этой теоремы вот для случая вашего уравнения конкретного получить один из этих случаев потому что дело в том что вот сама та теорема она что утверждает что вот есть решение одного типа и есть решение другого типа и мы их получили она говорит что каждое ненулевое решение будет удовлетворять одному из таких соотношений и вот эти соотношения какие именно здесь бы и какой этот многочлен и какой здесь бы и какая здесь c вы должны будете получить значит на основании того что вот вы исследуете тот самый случай который будет возможен для данных вам коэффициентов этого уравнения вот но я думаю что вот таким образом экскурс в теорию нелинейных уравнений первого порядка мы можем с вами считать завершенным и сейчас мы с вами обратимся на самом деле к линейным уравнения второго порядка вот давайте с вами сделаем сейчас логично сделать перерыв да можно да сколько хотите да пожалуйста да мы рассматривали самого начала вот помните мы говорили что мы рассматриваем только правильное решение то есть те которые определены в окрестности бесконечности и дифференцируемы в этой окрестности мы не утверждаем конечно же что хотя бы одно такое решение есть это действительно так то есть мы утверждаем вот когда мы говорим о вот этой теореме да на самом деле что говорится что каждое не нулевое решение в конце концов станет монотонным и будет удовлетворять одному из этих соотношений факта существования таких решений здесь как видите в теореме нет вот формально теорем утверждает вот что что если решение есть да то если правильное решению это уравнение имеются да то есть есть решение непрерывно и даже непрерывно дифференцируемое, то оно в конце концов станет монотонным и будет удовлетворять одному из этих соотношений. А вот что есть решение каждого такого типа, это, конечно, здесь не утверждается и вообще никогда не утверждается, когда речь идет об асимптотике, если это специально не формулируется в виде какого-то утверждения теоремы. То есть факта существования вот таких решений для конкретных видов уравнений здесь нет. Здесь просто утверждается, что если оно есть, то оно в конце концов станет монотонным. И, кстати, вот эта теорема, которая здесь утверждается, значит, тоже пусть у нас у решения, значит, предполагается, что оно существует, конечно же, тогда для него найдется вот такой к, чтобы она допускала такую оценку. То есть вот во всех во всех таких теоремах вот факт как раз существования решения надо обсуждать отдельно. Хорошо. Так, итак, тема нашей следующей лекции — это линейное уравнение второго порядка. Мы будем рассматривать линейное уравнение вида нулевой от x, y, 2 штриха плюс а1 от x, y штрих плюс а2 от x, y равно нулю. И это уравнение с переменными коэффициентами или равно f от x. Это будет уравнение первое однородное, второе уравнение с правой частью. Значит, те, кто уже слушал про уравнение второго порядка раньше, для вас это будет напоминание сегодняшней вот часть лекции. А для тех, кто еще не слушал про линейное уравнение второго порядка, я имею в виду второй курс, я сейчас сообщу необходимые сведения, которые будут являться предварительными для нашей следующей лекции. Поэтому я вот на доске расскажу об этих свойствах, которые нам будут нужны этого уравнения. Итак, значит, первое уравнение — это линейное однородное дифференциальное уравнение, второе — линейное неоднородное дифференциальное уравнение. Значит, оказывается, если у нас коэффициенты уравнения, мы будем считать их непрерывными, и первый коэффициент отличный от нуля. Значит, будем считать, что эти коэффициенты — непрерывные функции на интервале альфа-бета. Значит, будем считать, что альфа и бета могут меняться от минус до плюс бесконечности. И тогда для этого уравнения… Да, f мы тоже будем считать, конечно, непрерывные на том же интервале альфа-бета. И тогда для этого уравнения имеет место теорема существования единственности решения задач Каши. Потому что если вы разрешите это уравнение относительно второй производной, то вы поймёте, что уравнение зависит линейно от y и y', значит, при условии непрерывности коэффициентов производные этого уравнения являются непрерывными, производные по y и по y'. И, если мы рассматриваем задачу Каши… У от x0 равно y0 и y' от x0 равно y1, где x0, точка, принадлежащий интервалу альфа-бета, имеет единственное решение. Больше того, это решение продолжается на всю числовую прямую, или точнее, на весь интервал, если этот интервал не вся числовая прямая. Продолжается на весь интервал альфа-бета. Этот факт понятный. И как изучается это дифференциальное уравнение? Ну, опять те, кто уже слушал курс дифференциальных уравнений, помнит, конечно, что структуры общего решения линейного однородного уравнения… Давайте я их обозначу в рамках сегодняшней лекции 1 и 2, однородная и неоднородная. Вы знаете, что структура решения уравнения 1… Значит, давайте напишем общее решение уравнения 1. Это была первая теорема. Значит, общее решение уравнения 1 имеет вид… Вот я напишу общее решение однородного. Это линейная комбинация двух линейно-независимых частных решений этого уравнения. Если у вас уравнения с постоянными коэффициентами, эти частные решения вы можете найти, используя характеристическое уравнение, а если уравнение имеет переменные коэффициенты, то теорема тоже верна. И, значит, давайте напишем, где у1 и у2 – линейно-независимое решение уравнения 1. И дальше следующая теорема о структуре общего решения уравнения 2 такая, что у – общее решение неоднородного уравнения равно сумме общего решения однородного уравнения и частного решения неоднородного уравнения. Ну, для второго курса могу сказать, что для уравнения первого порядка мы с вами эти теоремы знаем. Там просто есть одно решение, и структура общего решения однородного уравнения – это константа умножить на частное решение однородного уравнения. А общее решение неоднородного тоже имеет вот такую структуру – это сумма общего однородного и частного неоднородного. Значит, это такие простые вещи, которые я вам напоминаю из общего курса. Теперь, естественно, для того, чтобы исследовать это уравнение с переменными коэффициентами, а именно это нас интересует, и изучать асимптотическое поведение или качественные свойства решения этого уравнения, нам нужно уметь приводить это уравнение к простейшим формам. Вот одной из простейших форм этого уравнения является приведение, является это уравнение, которое записано в виде уравнения, не содержащего младшую производную. Вот давайте напишем заголовок приведения к простейшим формам, и нам нужны будут три простейшие формы этого уравнения. Пусть это будет уравнение 2 сразу. Значит, я напишу приведение к простейшим формам. Ну, во-первых, давайте сделаем, значит, первую простейшую форму такую. Значит, уравнение без первой производной. То есть такое уравнение y2' ну, например, плюс p от x умножить на y равно q от x. Вот так обозначим коэффициенты этого уравнения. Значит, для того, чтобы из уравнения 1, из уравнения 2 получить уравнение такого вида, сделаем в нем замену переменных. Делаем в уравнении замену переменных такую. Значит, новую неизвестную функцию введем. Положим, ну, так, значит, замену переменных такую сделаем. Значит, y равен альфа от x умножить на z. Ну, z — это будет функция новая, неизвестная от того же аргумента, что и функция y. И тогда вычислим производную. Это будет альфа штрих z плюс альфа z штрих. Вторую производную — это будет альфа 2 штриха z плюс альфа штрих z штрих дважды появится. И плюс альфа z два штриха. Альфа z два штриха. Вот получили такие производные и подставим в уравнение исходное, умножив на соответствующие коэффициенты. Значит, эту производную на а0 от x, эту производную на а1 от x, эту функцию на а2 от x сложим и подставим в уравнение. Ну и запишем, что у нас получается, собирая коэффициенты при сначала z два штриха, затем при z штрих и затем при z. Значит, что у нас получится при z два штриха? Следите, пожалуйста, вместе со мной. Значит, z два штриха у нас присутствует один раз, и коэффициент при этом будет а нулевой от x умножить на альфа. Ну, я напишу от x, чтобы мы помнили, что это у нас теперь функция, кстати, дважды дифференцируемая. Вот альфа давайте здесь напишем. Значит, где альфа принадлежит классу c2 на интервале альфа-бета. Вот, значит, теперь у нас получается а нулевой от альфа от x на альфа от x плюс. Теперь вот давайте z штрих. Коэффициент при z штрих мы должны потом обратить в 0, и давайте посмотрим, что у нас при z штрихе будет. Вот из последнего уравнения это будет 2 а нулевое от x умножить на альфа штрих. Из предыдущего уравнения z штрих у нас возникнет вот здесь. Это будет плюс а1 от x умножить на альфа. Ну, а в первой строчке у нас никаких слагаемых z штрих нет. И, наконец, последнее напишем выражение, которое содержит уже только z. Значит, что это будет? Это будет а нулевое от x альфа два штриха плюс а1 от x альфа штрих и плюс а2 от x альфа. Значит, умножить на z это все, и будет равно f от x. Будет равно f от x. Вот мы получили уравнение, из которого мы хотим получить уравнение выбором соответствующего альфа, в котором отсутствует вот эта вот слагаемая, которая содержит z штрих. Ну, давайте посмотрим, как это делается. Значит, выберем альфа от x так, чтобы вот эта слагаемая 2а нулевое от x альфа штрих плюс альфа один от x альфа обратилась бы в ноль. Ну, это уравнение с разделяющимися переменными, как вы видите, да, мы разделим переменные. Получим d альфа разделить на альфа равно минус а1 от x разделить на 2а0 от x и dx. И проинтегрируем левую и правую части. Значит, слева получим логарифм модуля альфа, справа получим минус интеграл 1, 2 можно вынести, а1 от x на а0 от x по dx, ну, напишем плюс логарифм c. На самом деле, можем считать, что нам нужна одна такая альфа, можем положить эту константу равной нулю, и тогда альфа будет выглядеть так. Так, е в степени минус 1, 2, вот интеграла а1 от x разделить на 0 от x по dx. И вот если мы теперь сделаем такую замену переменных уравнений, то что у нас получится? Уравнение приобретет какой вид? Вот это слагаемое обратится в 0, а на это вот мы можем поделить, на это мы можем поделить. Оно у нас не равно нулю, поэтому мы поделим на этот коэффициент и получим тогда уравнение такого вида. Получим уравнение такого вида z2' плюс вот это выражение а0 от x альфа 2' плюс а1 от x альфа' разделить на вот этот коэффициент а0 от x альфа от x умножить на z. Ну и справа получим f от x, деленный на этот же коэффициент а0 от x на альфа от x. И вот теперь мы можем обозначить вот это вот через p от x, вот эту функцию через q от x. И дальше мы можем речь вести об уравнении уже не такого вида, а просто об уравнении второго порядка, которое не имеет, говорят, младшего члена. Не имеет младшего члена. И вот тогда мы дальше будем рассматривать уравнения вот такие, если нам это удобно для наших нужд. Ну, кстати, должна сказать, что такая замена не единственная, которая приводит уравнение к виду без младшей производной. Можно еще делать замену независимой переменной, которая тоже позволяет сделать то же самое. И вот вам будет упражнение. Значит, упражнение будет такое. Вам будет задача привести уравнение 2 к виду 3 Давайте вот вид 3 вот такой назовем, да, к виду 3 при помощи замены независимой переменной. x равен фи от t x равен фи от t Ну, будем считать, что фи принадлежит классу c2, потому что нам надо будет вторую производную находить, да, ну, на том множестве, которое, вот, которое вы определите, чтобы эта замена была однозначной, да, чтобы замена была однозначной, да, значит, функция фи должна быть монотонной, как вы знаете, и вот для такой, для такого, для такой ситуации, значит, мы просто вот предположим, что функция фи принадлежит класс c2. Хорошо, значит, вот это вам будет такое простое упражнение. Дальше. Следующий вид, который нас интересует, простейший для нашего уравнения 2, это уравнение в самосопряженном виде. Вот давайте напишем уравнение в самосопряженном виде. Значит, это можно сделать не всегда. Сейчас поймем, какие у нас есть возможности. То есть не всегда видно это, глядя на уравнение, как его свернуть в такой формат. Вот давайте посмотрим с вами, что это такое. Значит, приведение к самосопряженной форме. Значит, тоже будем использовать буквы ПКУ. Значит, вторая, второй тип. Ну, так условно. Да, это мы приведем к самосопряженному виду линейный оператор, который порождает уравнение. И тогда уравнение приведется к некоторому виду. Значит, что называется таким видом? Это вид такой. П от х, у штрих. Все это штрих. Плюс КО от х, у равно F от х. Вот будем так считать. Значит, и будем считать, что у нас ПКУ, ну, П, соответственно, должна быть непрерывно вместе с производной. Значит, П пусть будет класса С1, Ку пусть будет класса С на интервале альфа-бета. И если нам какие дополнительные требования нужно будет наложить, потом мы скажем. И вот F тоже принадлежит классу С на альфа-бета. Значит, как мы будем действовать? Вот что такое самосопряженная форма? Если мы раскроем вот эту производную, да, вот раскроем вот эту производную, то видно, что у нас, значит, как выглядит это уравнение. Ну, давайте, П от х, у два штриха сначала, да, потом плюс П штрих от х, у штрих, плюс КО от х, у равно F от х. То есть, если у нас есть вот два слагаемых уравнения, вот это вот слагаемое, то есть, если есть два слагаемых с у штрих и у два штриха, то их коэффициенты не какие-нибудь, а связанные соответствующими соотношениями. То есть, если вот этот вот у нас коэффициент обозначить А0 от х, а вот этот коэффициент обозначить А1 от х, то что мы можем сказать? Что А нулевой штрих должно быть равно А1. Правильно? А нулевой штрих должно быть равно А1. Как мы будем приводить наше уравнение к самосопряженному виду? Мы умножим на некоторый коэффициент мю от х, на некоторую функцию, которая нам будет давать возможность построить вот такое представление уравнения. Значит, умножим обе части уравнения 2 на коэффициент мю от х. Значит, как мы это будем делать? Ну, давайте вот мю от х умножим на нулевой от х, да, у два штриха, плюс мю от х умножить на А1 от х, у штрих, плюс мю от х умножить на А2 от х, у равно мю от х умножить на f от х. Вот получается такое выражение. А теперь смотрите, вот у нас коэффициент 1, и вот коэффициент другой. Пусть это будет А нулевой с волной, а это будет А1 с волной. И что нам нужно? Нам нужно, чтобы производная этого коэффициента перед у2 штриха совпадала с этим коэффициентом, то есть коэффициентом перед у штрих. Значит, наше условие, которое должно быть выполнено для выбора мю, для выбора мю такое. Значит, мы пишем, выберем мю таким образом, чтобы вот этот вот А нулевой с волной штрих был бы равен А1 с волной. И приравняем, значит, что нам нужно, чтобы мю от х умножить на нулевой от х все это штрих было бы равно мю от х умножить на А1 от х. Вот. Теперь сразу вот смотрите, что нам нужно. Для мю нам нужно, чтобы мы раскрыть скобки могли и продифференцировали это мю один раз. Правильно? Один раз. Значит, сейчас мы вернемся к ограничениям на мю, которые мы накладываем. Ну, пока давайте вот напишем вот такое уравнение. Ну, опять это уравнение с разделяющимися переменными относительно мю, да? Мы можем написать так, мю штрих разделить на мю сразу равно, а здесь получится А1 от х минус А0 от х и разделить на А0 от х. Вот так. Правильно? Доктор, мы слагаем вам первым. Да, спасибо, пропустил штрих. О, видите, значит, слушаете прекрасно, молодцы. Так, значит, и так вот так получилось, да? Теперь согласны. Значит, мы теперь... Ну, А1 с минусом, простите, пожалуйста. Нет, минус у нас... Нет, минус у нас где? А1 минус А0. Это без минуса уже. Это уже без минуса вот здесь как раз. Вот отлично. Значит, что получили? Логарифм, модуль мю, да? Равен как раз вот этому интегралу. Вот А1 от х минус А0 штрих от х разделить на А0 по dx, да? И тогда мю равно Е в степени вот этот интеграл. Так, это вот интеграл такой подлиннее, да? Вообще-то на с, но можем положить с равным единице. И вот у нас есть один из вариантов множителя мю, ну, с точностью до константы вот такой мы выбрали, да? И теперь смотрим, значит, что нам нужно было от мю. Только существование первой производной, да? Значит, мю от х будем считать, что она класса c1 на интервале альфа-бета, где у нас интервал непрерывности коэффициентов, да? И вот мы нашли такое мю, чтобы дальше мы смогли свернуть это уравнение в такую самосопряжённую форму. А что тогда получилось у нас? Вот какое тогда получилось выражение? Если мы вот на это мю обе части, то есть всё уравнение умножим, обе части его действительно, да, то у нас получится вот выражение именно самосопряжённое вот такое, ну, где можно выписать, чему равны по ику. Я уже с вашего позволения этого делать не буду. Важно, что вот мы нашли вид этого мю, который приведёт уравнение к нашей самосопряжённой форме вот такого вида. Хорошо. Теперь следующее представление. Да, что я хотела бы, чтобы вы сделали? Вот на самом деле, на самом деле, вот я могу написать, какой, конечно, вид должен быть у этого самосопряжённого уравнения, но я бы хотела всё-таки, чтобы вы подставили и получили это сами. Вот. И теперь вам задача такая. Значит, привести уравнение Беселя к самосопряжённому виду. Вот задача будет такая. Значит, задача. Привести уравнение Беселя к самосопряжённому виду. Запишем уравнение Беселя. Это уравнение х квадрат у2 штриха плюс ху штрих плюс х квадрат минус n квадрат умножить на у равно нулю. Вот такое уравнение Беселя. И можете привести его к самосопряжённой форме. Как раз, пользуясь вот этой заменой, заодно поймём, как вы поняли способ приведения этого уравнения к самосопряжённой форме. Там, господин, плюс n квадрат? Да. n целое число. Да. Натуральное, да. А это n квадрат, соответственно, тоже. Значит, решением уравнения являются функции Беселя. И мы с вами много будем говорить про это уравнение, про его решение. Оно будет у нас таким важным примером, когда мы будем рассматривать линейное уравнение второго порядка. Ну вот во всяком случае, вот сейчас давайте попробуем привести это уравнение к самосопряжённой форме, а затем уже попробуем ещё потренироваться с разными типами вот таких простейших видов уравнения. Ну, давайте вам 3 минуты. Так, и кстати, вот что касается решения уравнения Беселя, то их можно найти. Видите, это уравнение с переменными коэффициентами. Да, вообще-то непонятно даже тем, кто слушал курс обыкновенных уравнений, как находится в общем случае решение этого уравнения. Но мы можем сказать, что если мы сможем привести его, например, к виду без младшей производной, то оно проинтегрируется. Оно получится заодно и уравнением с постоянными коэффициентами, и вы можете найти его решение. Ну, там, соответствующей заменой переменных вы это сделаете, приведёте его к такому виду без младшей производной, и потом решите. Вот вам будут, значит, две задачи привести к самосопряжённому виду. Значит, это первое. Кирилл Викторович, нам нужен вопрос? Да, конечно. А мы его рассматриваем определённым где, то есть решение решения чего где? На всей числовой прямой, да, на всей числовой прямой хотим решить. Ну, здесь коэффициенты у него непрерывно всюду, да, что мы будем сужать его на какой-то отрезок, на всей числовой прямой, конечно. Значит, привести уравнение Бесселя к виду без младшей производной. Бесселя, а можно ещё вопрос? Конечно. Ладно, напишите, я его задам. Да, хорошо. Значит, к виду без младшей производной и найти решение. Вот, и найти решение. Вот так. Ну, давайте, может быть, при... Давайте вот найдём при n, равном 1, 2. Вот я сказала целый и неправильный, я сказала, конечно. Это могут быть такие разные числа. Вот при n, равном 1, 2, там найдётся решение хорошо. Ну, увидите. Действительно. Я имею в виду, действительно, да. Да, можно просто, грубо говоря, вот этот метод дорожения на min, да? Вот. Но у нас же, в принципе, нам же важно, чтобы n, 2, 2, 1. Но, в принципе, может получиться так вот прямобразный, плохой вот это вот, который мы интегрируем в экспоненте, и получится разрыв, по примеру, в 5. Например, там, может ли я какую-нибудь единицу на x, который не... Нет, значит, интегрировать мы будем, естественно, только там, где это будет интегрироваться. Понятно, что должна интегрироваться непрерывная функция без особенностей, да, на том множестве, где она как раз будет без особенностей. Вот уравнение с особыми точками мы с вами будем рассматривать отдельно, конечно, но в данном случае это не имеет содержательного сейчас вопроса для уравнения без, или где коэффициенты непрерывны всюду, но, вообще-то говоря, имеет, конечно же. И даже если вы, например, рассмотрите простейшее уравнение, где какой-нибудь коэффициент будет равен 1х, да, там уже вся теория линейных уравнений сужается до того масштаба, что мы должны сказать, что вот мы рассматриваем уравнение в тех точках, где нет особенностей, а вот где есть особенность, там уже надо исследовать его отдельно, и там решение совсем не обязано быть единственным, да, более того, может не существовать. И вот здесь как раз, когда мы про ветви говорили, здесь тоже много, может быть, разных таких вещей, но вот давайте будем считать пока, что всё у нас хорошо, гладко, интегрируемо там, где нужно, и пока мы просто тренируемся вот в приведении уравнения к простейшим формам. А для уравнения без или ничего плохого не возникнет, но увидим сейчас, какие будут особенности. Главное, я хочу, чтобы вы мне сказали, какой будет вид этого уравнения в самосопряжённой форме. Я готов, я нашёл. Нашёл? Отлично, говорите. Сказать? Да. Так, ещё раз, значит, какое должно быть? x минус n квадрат делить на x. Это всё на y равно 0. Замечательно, молодец. Всё правильно. Вот, значит, какую мы при этом мю выбирали? Мю чему получилось равным? 1 делить на x. 1x, правильно. Значит, мю равный 1x мы нашли. Да, и при мю равном 1x действительно получается, что уравнение приводится вот к такому виду в самосопряжённой форме. И это удобный вид для нас. Но давайте теперь ещё сделаем вот что. Давайте мы попробуем это уравнение привести ещё к члену без младшей производной и найдём его решение при n равном 1,2. Как я уже сказала, это уравнение нам нужно как модельное, и поэтому давайте мы с ним немножко про него поговорим. Значит, мы можем использовать замену переменных, пока мы только знаем, что α от x умножить на z, и подбираем α таким образом, чтобы уничтожить член с младшей производной. Вот в этом уравнении. А общего вывода функции Бесселя где вообще они выводятся? В каком курсе? В уравнении математической физики они используются при описании колебаний мембраны. И можно прочитать на самом деле про функции Бесселя, наверное, в самом простом варианте. Это в книге Тихонова-Самарского. Лекция по уравнениям математической физики. И вот в курсе как раз уравнения, в курсе лекции по частным производным. Но в обыкновенных уравнениях, поскольку они используются для различных теорем, в том числе теорем сравнения, их удобно использовать, они тоже будут у нас фигурировать постоянно. Ну а так вот в общем виде, да, там про уравнение колебаний мембраны. Вот как раз там возникает разложение по полной системе функций Бесселя, доказывается их полнота, ну и соответствующим образом представляется решение в виде ряда по этим функциям. То есть это будут собственные функции, соответствующие спектральной задачи. Так, ну здесь арифметики чуть больше. Значит, давайте, какое у вас получилось для начала альфа от х. Так, альфа от х, единица на корень из х, да? Такое получилось? Теперь давайте, значит, мы умножаем на это альфа от х. З, и, значит, замена будет у равен, ой, то есть, ну да, з на корень из х, з на корень из х. Вот, и давайте теперь получим, какое уравнение в итоге у вас получится после уничтожения члена с младшей производной? З два штриха плюс в скобках 1 плюс 1 минус 4n квадрат делить на 4х квадрат умножить на z равно будет. Так, ну вот, хорошо. Значит, получилось совершенно, так, единица, да, минус 4n квадрат, значит, это будет, если n равно 1 второй, да, это будет единица на 4х квадрат. Вот совершенно замечательное уравнение, оно нам очень понадобится. И вот теперь давайте положим это правильное выражение для z, для уравнения относительно z. И давайте теперь, положив, ну, во-первых, там не будем торопиться, я все-таки надеюсь, что кто-то еще вот уже успел вычислить коэффициенты этого уравнения. И давайте найдем решение этого уравнения при n равном 1 второй, а затем вернемся к переменной y. Ну, у меня как-то рассказать решение. Хорошо. Значит, давайте, во-первых, мы давайте только напишем, все-таки, учитывая, что у нас второй курс есть, да, значит, давайте-ка мы вот сейчас напишем это уравнение, какое получилось, да, напишем. Значит, z2' плюс z, да, получилось равно нулю. Да, z равно нулю. Так, значит, вот для второго курса так могу сказать. Синус и косинус являются решениями этого уравнения, они между собой линейно-независимы. Значит, по той теореме, которую мы сформулировали, но не доказали, значит, общее решение этого уравнения, которое является однородным, это будет c1 косинус x плюс c2 синус x, правильно? Да. Вот, отлично. А теперь y тогда чему равен? Я пока просто на z дали вот сейчас. А, ну давайте еще на корень из x разделить, и будет хорошо. Будет уже в чистом виде y. Ну да, просто это на корень из x поделить. Косинус x делить на корень из x плюс синус x делить на корень из x. Да, кстати, да. Вот я хочу сказать, что, во-первых, здесь можно было написать n, равное плюс-минус, да. Вот давайте здесь тоже поставим плюс-минус, потому что это существенно никак не влияет. И вот, значит, функции Беселя первая и вторая, t минус 1, 2 и t 1, 2 равное, значит, будут так. Вот c1, значит, здесь будет косинус x разделить на корень из x, да, плюс c2 синус x разделить на корень из x. Ну и вот эти функции, соответственно, называются функциями Беселя. Вот g 1, 2 с косинусом, а минус 1, 2 с синусом. Вот, значит, вот у нас получилось такое решение уравнения. Ну вот это вторая форма уравнения. Видите, на примере уравнения Беселя мы смогли с вами свернуть его и в самосопряженную форму, и, значит, представить его решение, когда привели его к виду уравнения без младшепроизводной. Кстати, видите, тут вот это уравнение, как решать, было непонятно совсем, да? А когда вы уже приводите его к виду уравнения без младшепроизводной, то понятно, что оно вдруг оказалось уравнением с постоянными коэффициентами при некоторых n, и вот мы его будем использовать действительно как модельное линейное уравнение для выяснения свойств решения других уравнений. И вот, значит, это вот такой хороший вид этого уравнения. Теперь я хотела бы поговорить про ещё одну форму приведения уравнения к очень интересному виду, который называется факторизация линейного дифференциального оператора. Но у нас с вами, я смотрю, время уже подходит к концу, и, точнее, подошло к концу. Ну, сейчас я вот просто тогда скажу несколько слов вводных, а уже займёмся мы этим вопросом в следующий раз. Вот смотрите, зачем мы приводим уравнение к простейшим формам? Для того, чтобы это уравнение можно было исследовать более просто, чем или просто исследовать, в отличие от исходного уравнения, которое мы не знаем, как исследовать. Вот одним из таких видов уравнения является уравнение, которое разрешает привести уравнение вот такого вида. Давайте я здесь коэффициенты напишу. Ну и равно f от x пусть будет к виду так называемому каноническому, или это называется к виду уравнения с квазипроизводной, или говорят к уравнению, которое имеет представление... Ну, в общем, так говорят обычно не про уравнение, а про линейный дифференциальный оператор. Вот этот линейный дифференциальный оператор можно записать в неком каноническом виде, а именно в таком. Вот это очень похоже на самосопряжённую форму, но только выглядит так. Смотрите, вот r нулевой от x y штрих, дальше всё это умножаем на r1 от x, пишем ещё штрих, умножаем на r2 от x, пишем ещё штрих и так далее. Пишем ещё штрих и умножаем на, в конце концов, rn от x. rn от x, значит, ну вот здесь тоже будет много скобок, и вот это представление называется как раз представлением Вале Пуссена. Вале Пуссена, значит, это представление, или Мамана. Значит, на самом деле, и ещё бывает представление Пое, вот иногда его называют. Почему так? Значит, на самом деле, что даёт вот эта факторизация линейного дифференциального оператора? Вот дело в том, что вот такое представление оператора можно обозначить y и в квадратных скобках написать значок производной, где вот под этой производной понимается как раз вот это представление его в таком виде. Так вот, тут мы получаем вместо уравнения со всеми младшими производными уравнение, которое не содержит младших производных. И понятно, что с ним разбираться гораздо проще. Вы как бы делаете, вот если у вас есть просто обычное производное, как вы решаете это уравнение? Да вы интегрируете его постепенно, пока не дойдёте до y. И с этим уравнением вы можете заниматься точно так же. Вы будете сначала делить правую часть и левую часть на rn от x. Да, кстати, будем считать, что вот эти функции rk от x, конечно, имеют гладкость cn-k. Давайте напишем на интервале альфа-бета. Будем считать, что они на этом интервале не равны нулю. И иногда, понятно, что это представление дифференциального оператора не единственное, но иногда хотелось бы наделить эти функции определёнными свойствами, например, чтобы они все стремились к единице или к константине бесконечности, или, например, какая-то конкретная функция стремилась к какому-то конкретному пределу. И это всё определяется вот теми вопросами, которые вы хотите решать при помощи такого представления. Но суть его основная в том, что вы с ним будете... Это представление позволит вам обращаться с уравнением, как будто с уравнением без младших производных. И тогда вы можете применять разные теоремы, которые вам... Понятно, что уравнение без младших производных исследовать проще, чем уравнение с младшими производными, получать всевозможные оценки решений и так далее. То есть вот это представление играет существенную роль. Значит, я хочу сказать, что вот Вале Пусен и Пое рассматривали такое представление для того, чтобы решать многоточечные задачи. То есть, например, решать вопрос о том, что мы хотим найти решение уравнения, которое в заданных точках принимает заданные значения. Или там в ряде точек производные принимают значение, в ряде точек сами решения принимают значение. То есть такие задачи называются многоточечными. Ну, пример двухточечной задачи, например, для уравнения третьего порядка. Скажем, на одном конце мы можем задать значение решения производные, на другом конце простое решение. Или можем додать смешанное какое-нибудь там условие, смешанные краевые, например, линейную комбинацию функций производной на одном конце и на другом. Это будет не локальная задача уже, но разные краевые задачи можно рассматривать многоточечные, но факт тот, что это представление они использовали как раз для решения этой многоточечной задачи. А Мамана использовал для других целей, но мы об этом поговорим немножко позже, но факт тот, что вот следующая наша будет задача научиться приводить дифференциальное уравнение второго порядка вот к такому виду, записанному вот в таком виде квазипроизводной или в каноническом виде. Вот, значит, вот давайте на этом мы сегодня закончим. В следующий раз я расскажу уже про это. Это будет уже новый материал. То, что мы до этого сейчас с вами обсуждали, это на самом деле довольно очевидные вещи. А вот это уже будет представление, которое требует того, чтобы его осмыслить и применять активно для доказательства разных фактов, которые связаны с линейными уравнениями и, кстати, и с нелинейными, где справа, например, есть член со степенной нелинейностью. И тогда его опять можно рассматривать как вот такого вида одночленное уравнение. Даже если здесь есть нелинейность от Y, то все равно это представление существенно упрощает задачу. Вот в следующий раз мы начнем с получения этого представления, а применение его немножко будет позже, уже в следующем семестре. Так, ну хорошо. Есть критерии получения этого представления? Нет, значит, сейчас я объясню. Значит, критерия нет, есть определенный алгоритм, и про этот алгоритм можно, кстати, прочитать в разных местах. Ну, например, я его использовала для уравнения нелинейных, а вот что касается представления для линейных уравнений, то там это представление делается таким образом. Значит, ну, мне нужно было специального вида представления, например, получать, да, вот для этих функций R0 и так далее, Rn. А вот если просто задаться целью какое-либо представление получить, то здесь очень легко получить отношение, ну, определителя Вронского, в котором вычеркнуты там соответствующие строки и столбцы, и, точнее так, отношение определителя Вронского к произведению других определителей Вронского, получаемых из определителей Вронского, где вычеркнуты соответствующие строки и столбцы. Есть такая технология получения таких представлений, и они используются в связи с понятием колеблемости и наличием свойств колеблемости и неколеблемости у этого уравнения, то есть существования решений с бесконечным числом нулей напрямую, и вот как раз это представление напрямую связано с возможностью доказать осцилляцию решения этого уравнения. То есть я потом сформулирую конкретно этот результат, и для этих нужд вот как раз достаточно представления через Вронскианы и его, ну, как сказать, через миноры Вронскианов, да, и есть на самом деле большая статья Левина, которую он посвятил разным свойствам как раз колеблемости решений линейных уравнений в связи с возможностью представить этот вот оператор в виде квазипроизводной. Но это уже такой материал не учебный, а более специальный, и ссылку я вам, конечно, дам. А вот как это представление получается для уравнения второго порядка мы в следующий раз с вами поймем, а для уравнения более высокого порядка, ну вот в частности, если они нужны коэффициенты с какими-то свойствами, я вам дам ссылку на свою книгу, а если, значит, нужно представление в виде вот этих комбинаций Вронскианов и их алгебраических дополнений, то тогда, то есть их миноров, то тогда вот статья Левина — это лучший источник, наверное. Вот примерно так. — А можно еще вопрос сказать такой? — Вот это там, где житая от x не равно нулю, это что, не равно кождественному нулю? То есть оно же может с нулю обратиться? — Конечно, 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 они не равны нулю на отрезке альфа-бета, если они присутствуют, но часть из этих ржеток вообще может отсутствовать на самом деле. То есть у вас могут быть пропущены какие-то вот из этих коэффициентов, но мы будем заниматься таким вопросом, когда они не пропущены, конечно, поэтому в общем случае, конечно, могут быть какие-то разные варианты. — А если они пропущены, то они просто единицы же? То есть если у него нет, то единицы, то есть там сразу... — Конечно, конечно. Но я хочу сказать, что здесь имеется в виду, что мы получаем... Вот я буду говорить о том, что мы получаем невырожденное представление оператора в таком виде, да? — И понятно, что где мы можем это сделать, поскольку мы будем использовать частные решения этого уравнения, линейно-независимые для построения вот этих коэффициентов. Когда я говорю о варанскиан, значит, понятно, что варанскиан берется от системы, фундаментальной системы решений, да? И поскольку мы будем их использовать, то, естественно, они будут стоять в знаменателе, и знаменатели вот эти... Они будут входить в знаменатели ржеток, и, естественно, они не должны будут обращаться в ноль на том интервале, где мы это представление хотим получить. Вот только так. — То есть, мы должны в какой точке равняться в ноль? — Да, ни в какой точке этого интервала. — То есть, мы должны в существовать точке, в которой не равняется ноль? — Да, 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 именно. — Теханина? — Да, они именно конкретно не должны обращаться в ноль ни в какой точке этого интервала, потому что они будут знаменателями вот этих наших решений, поэтому... — Иль Виктор, а у нас есть книжки назвать? Какой книжке вы говорили про функцию Бесселя можно почитать? Про функцию Бесселя можно почитать в книге Тихонова-Самарского. Тихонов-Самарский, это стандартная книжка, для физфака выпущенная. Такой большой учебник, можно там почитать. В разделе, где уравнение колебаний мембраны, там как раз большое значение уделяется этим функциям. Мне кажется, что там даже есть дополнение к этой книге. И там, по-моему, отдельно вынесено обсуждение про эти функции. Но это потом мы уже можем посмотреть. Еще такой вопрос. Все-таки там просто одинаковое обозначение было. Здесь именно нет корней. А когда мы сначала писали общий вид уравнения 2, что мы обозначили, 0x, 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 0x. Там 0x, 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 0x. Оно не равно 0x, да. Мы рассматриваем пока случай, когда оно просто в 0x не обращается. Просто не обращается в 0x нигде. И даже если хотите, давайте напишем здесь, чтобы у вас не вызывало это сомнение. Давайте мы будем доказывать, что есть представление, с ржитами больше нуля на этом интервале. Если ржитами меньше нуля будет одинаково, будем считать, что мы хотим получить такое представление. Вот и все. Чтобы у вас не было вопросов о нулях, встречаются они или не встречаются, где встречаются, среди функций или среди точек на интервале, давайте будем считать, что все эти функции больше нуля на всем интервале. Вот и все. И такое представление мы получим, и мы потом обсудим, зачем это нужно. Спасибо большое. Хорошо, спасибо большое. Хорошо. Так, ну все. Если вопросов больше нет, тогда спасибо за внимание.